Судьба Луилле Прэнса получилась довольно печальной, однако в истории были и другие имена, которые оказались забыты. В этом выпуске поговорим о ранних попытках создать иниматограф Великобритании. Уильям Фрис Грин успешно занимался фотографией и к 1881 году успел открыть несколько фотосалонов, в том числе в городе Бат. В Бате он познакомился с Джоном Артуром Рубоком Раджем, который работал с электричеством и магическими фонарями, чтобы создавать иллюзии для развлечений. Радж разработал фонарь, который позволял оказывать семь быстро сменяющихся кадров, что позволяло создавать иллюзию движения. Например, Радж с помощью Фрис Грина создал иллюзию, в которой он снимал собственную голову. Фрис Грин был просто очарован такой машиной и помогал Раджу в разработке других устройств. Позже Фрис Грин начал экспериментировать с пленкой, поскольку считал, что стеклянные пластины неудобны, а 21 июня 1889 года он получил патент на камеру, которая умела снимать до 10 фотографий в секунду на целлулойную перфорированную пленку. В 1890 году Фрис Грин провел публичную демонстрацию своего устройства, но низкая частота съемки и кажущаяся ненадежность конструкции произвели скорее неблагоприятные впечатления. Уильям Фрис Грин продолжил эксперименты с камерами, пытаясь создать стереоскопическое движущееся изображение, но этот опыт оказался неудачным. В конце концов, неудачные эксперименты с фильмами довели Фрис Грин до банкротства. Он продал свой патент на раннюю камеру за 500 фунтов. Впрочем, вскоре срок патента и вовсе истек, поскольку правообладатель не решил продлевать его. Британский изобретатель WorldSword Доннисторб еще в 1876 году отдал заявку на патент для аппарата, который должен был обеспечивать захват фотографических изображений через равные промежутки времени. Он назвал подобное устройство кинесиграфом. Известно, что WorldSword построил камеру, но насколько хорошо она работала, непонятно. В январе 1878 года он написал письмо журнал Nature, которым выразил надежду, что с его кинесиграфом в сочетании с фонографом Томаса Эдисона можно создать говорящую картинку с тогдашним премьер-министром Великобритании. Возможно, информация об экспериментах Луилия Прэнса, который в то время жил в Литце, побудила Доннисторб вернуться к разработке более совершенной камеры, которую он также назвал кинесиграфом. Принцип нового кинесиграфа, который Доннисторб разработал совместно со своим кузеном Уильям Карт Крофтсом, был схож с текстильным оборудованием. Между концом 1889 и началом 1891 годов Доннисторб и Крофтс сняли по крайней мере один фильм на свою камеру. Доннисторб и Крофтс работали также над разработкой проектора, но некоторые проблемы им не удавалось решить. Доннисторб так и не смог найти спонсора для завершения разработки, и публичная демонстрация снятых фильмов так и не состоялась. Комитет экспертов во главе с издателем Джорджем Ньюинсом отказал в поддержке, посчитав идею с движущимися изображениями дикой, фантазерской и нелепой. В октябре 1894 года в Лондоне открылось заведение с кинетоскопом Томаса Эдисона, а уже в ноябре того же года Уильям Крофтс умер. А новые попытки создания камеры Доннисторб, который занялся политикой, можно было забыть. О работе Фрис Грина, Доннисторба и Крофтса, впрочем, как и Лепрэнс, быстро забыли. А созданием более совершенных кинокамер занялись другие люди.